Уважаемые болельщики, рад приветствовать вас на 11-м туре UFL-UG2. Сегодня у нас встречаются команды из Сочи против Футбольной Академии Краснодара. За этим многообещающим матчем, как он пройдет, как он в динамике будет развиваться. Итак, игра началась. Сейчас у нас мяч в центре поля. Плохая может получиться атака. Смотрим. Удар поворотом. И это гол! Буквально с 20, может быть, с 25-метровой отметки пробил у нас... Сейчас постараюсь узнать, разглядеть игрока. Не увидел его номер. Давай, продолжаем! Все, не играем, не играем! Чуть-чуть позже озвучим имя, фамилию игрока. Тем не менее, друзья, это был отличный гол. 1-0. Сочи выходит вперед. Игрок под номером 4. Кишищан Мисак. Поздравляем! Отметился у нас игрок отличной... Отличной проходкой по центру поля. Обыграл одного, обыграл второго. Ударил и забил правую... Правую часть ворот. Низом пробил игрок. Отлично! Потом в записи, каким счетом закончился этот матч. Тем временем, набегая в штрафную зону, игра в пас, но никого не оказалось вовремя на мяче. Не получилось играть в касании и забить. Момент был отличный, но, к сожалению, реализовать его не получилось. Свои ворота. Мячик, тем временем, чуть не прилетел в нашу комментаторскую кабинку. Время от времени у нас в городе Сочи такое происходит. Поэтому нашим операторам и комментаторам нужно быть и к такому быть готовым. Сочи с мячом. Играет через дом. Играет 16-м номером, Малиновским Валерием. Он дал передачу на игрока Тимофея Глеба. Тимофеева Глеба. Ищет он возможность играть в пас. Малиновский. Подача в штрафную. Бухлов. Не получилось сыграть головой. По итогу мяч потеряли. Не дошли быки до штрафной зоны барсов. И передача на Бухлова. Очень перспективно. Бухлов 1 на 1 с воротарем. Агры до того. Обыграет второго. Бьет. И забивает. Есть гол. 2-0. Сочи впереди. Алексей Бухлов. Зарабатывает еще один гол в свою копилку. Напоминаю, друзья. Алексей Бухлов является ведущим бомбардиром в ЮФЛ ЮГ-2. Он уже, по-моему, если мне не изменять память, имеет на своем счету 11 забитых мячей. И этот был 12-м. 2-0. Отличное завершение первого тайма для футбольного клуба Сочи. С комфортным преимуществом ребята могут уходить на второй тайм. И с хорошим настроением встречать. Второй. Самодуров Даниил. Не получилось не реализовать. Тем временем у нас активная штрафная зона. Самодуров Даниил. Подача на дальнюю. Игра в касание. Но был неточный удар. И мяч не зашел в свой ворот. Сосуев Глеб получает. Будет грузить, судя по всему. Подача в штрафную. Обрабатывает мяч по итогу Академии Краснодара. Выход в штрафную. Не дали пробить. Рефери. Угловой. Но принято. Назначить угловой для Академии Краснодара. Было чисто сыграно. Ни о каком 11-метровом речи быть не может. Реализовываясь подачу. Отдал мяч своему товарищу Савмизу Рамазану. У нас, судя по всему, будет грузить штрафную. Подача. Подача на дальнюю. Игра головой. Но мяч ушел просто перпендикулярно вверх относительно поля. И главный арбитр матча фиксирует окончание первого тайма. Это возможно для того, чтобы играть со своими товарищами в пас. Но грузится мяч в штрафную зону. И производится удар. И это не гол. Положение вне игры было зафиксировано ассистентом Вячеславом Гуляевым. Гол не засчитан. У Академии Краснодара, несмотря на довольно активный прессинг, не получается сравняться с моим соперником. Тем временем Алексей Бухов выходит штрафную и получает мяч от своего товарища. И элегантным ударом на максимально спокойном настроении оформляет третий. И есть гол 3-0. Сочи впереди. Гамлян Роберт развивает атаку с мячом. Нужно сыграть в пас. Играет в пас своим товарищем. Передача Алексея Бухова. Играет он головой, но мяч уходит выше створа ворот. Какой обидный момент. Но несмотря на эту перспективную атаку, ассистентом было зафиксировано положение вне игры. Мяч уходит в Академии Краснодара. И в целом его товарищи это также оценят. Потому что удары и моменты Краснодара в штрафных зонах сочинцев также присутствовали и были довольно опасными. Но несмотря на это, счет по-прежнему 3-0. По итогу 17 номер Тимофеев Глебрывает штрафную. Нужно сыграть в пас кем-нибудь. Пытался то ли бить, то ли дать передачу. По итогу мяч ушел за пределы поля. Была перспективная атака, но реализация подкачала. Выше створоворот и прессингует Краснодар. На ошибке, на перехвате мяча подловили сочинцы. Дали передачу на Алексея Бухлова. Но защитники в жестком прессинге заставили упасть. Собственно, сыграли очень близко с Алексеем. Видимо, зацепили ногой его. Он упал. И главный арбитр матча ставит штрафной. Мяч уйдет на отметку, может быть, метров 20-25, не больше. Довольно комфортная точка, с которой можно пробить. Я думаю, у сочинцев есть шанс зацепиться за этот момент и показать, на что они способны. Когда время не доходит до одного из самых важных моментов в футболе, это точно реализовать свой удар или сыграть точный пас. В этом же конкретном случае нужно разбудить паука в девятке и забить элегантным и точным ударом створ ворот. У мяча находится Гамалян Роберт. Мне кажется, что именно он будет разыгрывать этот штрафной. Смотрим. Удары! Неточный удар. Казалось, что мяч залетит в девятку и все-таки разбудит паука в его жилище. Но, к сожалению, мяч ушел чуть правее, створ оворот. И Академия ищет для себя контратаку. Подача штрафную, подача на дальнюю и попытка пробить нужна. Будет удар. Удар в створ ворот, но мяч уходит выше, к сожалению. Отличный был момент. Пробил, по-моему, у нас игрок под номером 10. У нас был Гамалян Роберт. Довольно сильным ударом он пробил. В отметке, наверное, метров 25. Неплохой был удар, но, к сожалению, не точно. Подводя такие промежуточные итоги матча, у нас практически первый тайм подходит. Ну, не практически, потихоньку он подходит к концу. Тем временем Краснодар, нападающий, ворвался в штрафную зону, боролся с одним защитником. По итогу в упорной борьбе, собственно, смог выгрызть просто для себя возможность пробить. Но, по-моему, рикошетом от ноги защитника мяч ушел в левее ворот, и Сочи будет разыгрывать. Происходит борьба. Нет у нас неинтересной игры. Борьба не прекращается. Соперничество команд друг с другом в центре поля. И еще один удар в створ ворот, но примерно с той же точки, с которой только что был произведен удар похожего калибра, но также он оказался неточным. Мяч ушел чуть правее. И голкипер Климанов Рустем будет разыгрывать в пород. Какой опасный момент. Только что буквально подкосили игрока Краснодара с мячом. Приближался он к штрафной зоне. И защитники в жестком прессинге Сочи встретили его. Было зафестировано нарушение правил главным арбитром. Отметка в 25, может быть, 26 метров. Собственно, с этой отметки у нас будет один из игроков Краснодара пробивать. Вижу, я стоит рядом с мячом несколько игроков. Игрок под номер 53. Самодуров Даниил у мяча. Также его товарищ, номер которого, к сожалению, мне не виден, стоит рядом. Посмотрим, может быть, разыграет какую-то комбинацию. Или попытается пробить крученым. Позиция довольно комфортная. Можно и нужно бить. Смотрим. Отличный был момент. Обманули нас краснодарские быки. Заставили поверить то, что именно игрок под номером 53, а именно Самодуров Даниил, сыграет. Этот, сыграет в мяч, но, разыграет этот удар, но его товарищ, ближайший, пробил в створ ворот. Но, несмотря на неожиданность, Риманов Рустем с ней справился. На противоположную часть поля, но, к сожалению, судя по всему, Гамалян Роберт должен был встречать этот мяч, но не успел он к этой подаче, к этому мячу, оказался голкипер Сочи, Ахадея Микроснар на мяче первым. Тем временем удар в створ ворот, и это гол 3-1. Но нет, положение вне игры было зафиксировано. Вячеслав Гуляев поднял свой флаг и передал информацию главному арбитру сегодняшнего матча. Не было гола, 3-0. Звучит у нас финальный свисток. Закончился у нас матч волевой и непростой победой футбольного клуба Сочи. Поздравляем сочинцев с заслуженной победой. Игрокам Краснодара, игрокам Академии футбольного клуба Краснодара. Могу пожелать им только того, чтобы они не расстраивались. Они на год младше, несмотря на это, они сегодня боролись и проявили себя как настоящие бойцы на поле. Дрались и искали свои возможности и попытки догнать своего оппонента до конца. До конца последней минуты.